Виктория Сащенко и Павел Белявский Виктория Сащенко и Павел Беларусь 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 Брестского мясокомбината Виктория Сащенко и Павел Беларусь 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 Прирастал экспорт товаров. В 2014 году открыто 7 новых рынков сбыта. Пошли поставки косметики в Ливан, оборудование в Таиланд и Панаму, спирта этилового в Камерун, в Южную Африку, Черногорию отправляется одежда брестских производителей, в Боснию и Герцеговину – детские игрушки. И, конечно, велики поставки брестских предприятий в Россию и Казахстан. Отличительная особенность – качество нашей продукции. Вы знаете, все, что находится сегодня в Казахстане, особенно для крестьян, это трактор МТЗ, это ее посевные комплексы, это сушилки, это почвообрабатывающие орудия. И все это качественно. И главное, что это мало то, что оно качественно, оно еще по цене доступно, удобно применяется и дает хороший эффект. Промышленный комплекс Брещины будет совершенствоваться и в 2015 году. Будут реализовываться новые инвестиционные проекты. Будет выпускаться качественная продукция под брендом «Сделано в Брестской области». В промышленном секторе будет продолжена работа по модернизации действующих и созданию новых производств. В результате реализации всех намеченных мероприятий в Брестской области в 2015 году планируется достичь темпа в роста объемов промышленного производства порядка 101%. Не менее важные задачи стоят и перед строительным комплексом области. Вдумайтесь в цифры. В 2015 году в области планируется построить 700 тысяч квадратных метров жилья, 400 тысяч квадратных метров с государственной поддержкой. А в 2014 специалистами строительной отрасли было введено в эксплуатацию более 770 тысяч квадратных метров жилья. А всего за 4 года пятилетки построено порядка 3 миллионов квадратных метров жилья. Активно строятся и реконструируются социально значимые объекты. Красавица школа на 1120 мест в юго-западном микрорайоне Бреста, пассажирский комплекс станции Брест-Центральный, дома семейного типа, объекты здравоохранения и самое главное – все сделано людьми, для людей, качественно и удобно. В строительном комплексе особое внимание будет уделено сокращению импорта строительных материалов и увеличению конкурентоспособности продукции за счет внедрения высоких технологий и современного оборудования, жилищному строительству и вводу объектов в социальные сферы с высокой степенью готовности. Сельское хозяйство было и остается ведущей отраслью Брещины «Моя земля – мое богатство» – это действительно самые верные слова по отношению к труженикам аграрного комплекса нашего края. Год 2014-й стал рекордным для области. Впервые при урожайности 41,3 центнера с гектара получен воловой сбор зерновых и зернобобовых культур 1 миллион 460 тысяч тонн зерна. По мнению главы государства, такой результат прямо указывает на правильное направление, выбранное для развития данной отрасли. Это ваш кормилиц, что вы его так обхаживаете? Да, конечно, это наш кормилиц. Как работает в этом, в этой страду? В принципе, хорошо. Тяжеловато, что сделаешь. Такая у нас работа. Сколько уже намолотили? Уже тысячу, больше тысячи где-то. Примерно где-то, может, тысячу двадцать или тысячу тридцать где-то. Ну, вы чувствуете, что вы герои жатвы? На это времени нет. Почему? Надо убирать. А для того, чтобы добиться столь высоких показателей, необходимо было сделать сельхозпроизводство современным. Использовать инновационные методы, позволяющие вырастить и собрать урожай, заготовить корма, повысить конкурентоспособность производимой продукции. И делали. Обновляли материальную базу. Совершенствовали технологии. Тем самым увеличивали производство основных видов продукции и обеспечивали воловой прирост. Работа в этом направлении дала свои всходы. Брестская область в числе лидеров в агропромышленном комплексе страны. Выполнено также поручение президента по совершенствованию материально-технической базы животноводства. В результате сегодня 65% имеющегося поголовья коров содержится на новых или реконструированных современных молочно-товарных фермах. В год 2015 давайте остановим вечный забег и будем жить надеждой и верой. Ведь мы живем в удивительное время, которое дает нам массу возможностей для реализации всех планов, для создания удачных отношений и счастья. Во всех смыслах этого слова жизнь в современном мире – это приключение для каждого из нас. Лучше всего это понимают дети. Я поздравляю и маленьких, и больших в городе Бресте, поздравляю, чтобы все работали зимой. Я желаю, чтобы все работали хорошо. А для того, чтобы работать хорошо, нужно быть каким? Сильным, отважным и смелым. Я их поздравляю с Новым годом и хочу, чтобы они очень хорошо на своей работе работали. Счастливого Нового года. А что ты понимаешь под словами такими «счастливого Нового года»? Это что значит? Чтобы прошел Новый год успешно. Пусть все в Новом году зарабатывают деньги, чтобы купить еду. Еще, чтобы все были успешными. Еще, чтобы не опаздывали на работу. Я всем людям желаю, чтобы они любили друг друга в Новом году. Я желаю всем Нового года, и чтобы все хорошо мальчики учились, а взрослые хорошо работали на работе. Будьте все хорошими, добрыми и здоровыми. Я желаю успеха, здоровья, чтобы было кушать, чем кушать. И что кушать? Что кушать и в чем ходить. Я желаю счастья, здоровья, успеха, чтобы все дети были послушны. Я поздравляю людей с Новым годом. И желаю им счастья, здоровья, и чтобы у них всегда была одна радость. Я пожелаю труда, успеха, сильности, уможенности, им счастья и здоровья. Ой, какие же умнички эти малыши. Все-то они знают, обо всем имеют собственное осуждение. Впору прогнозы на будущее составлять. Нет-нет, постой, Вика. О каких таких прогнозах ты говоришь? Если астрологических, то у нас есть собственный студийный астролог. Ты вообще-то кто по гороскопу? Овин. Тогда слушай, что тебя ждет в 2015 году. Как и где поймать свою птицу счастье, знает Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Несмотря на то, что в последнее время из-за туч нам редко видны звезды, астрологи уже давно разложили специальные карты и вынесли свой вердикт. Мне удалось пообщаться с настоящими знатоками бытия и узнать, что интересного ожидают представителей знаков зодиака в Новом году. Овца и коза – кроткие животные, а потому никаких особенных потрясений и радикальных перемен в 2015-м не предвидится. Об этом говорят восточные мудрецы и астрологи. Кстати, представителям такого знака зодиака, как Овин, можно немного сбавить темп и расслабиться. Год обещает быть плодотворным. Главное – правильно сформулировать свои цели. Тогда все будет по плечу. А вот для представителей знака Телец наступление 2015 года ознаменуется серьезными изменениями, которые смогут затронуть любую из сфер жизни. Личности этого знака зодиака давно мечтают о чем-то новом. И для этого настало самое время. Наполеоновские планы обещают звезды-близнецам. У представителей этого знака есть масса интересных и нереализованных задумок, которые много лет пылились на полках. Пришло время, чтобы притворить идеи в жизнь. А вот представителей такого знака зодиака, как Рак, ожидает непростой год. Им придется проявить характер и приложить большие усилия к тому, чтобы добиться успеха в работе и личной жизни. Однако, мне кажется, я знаю, как повернуть к себе благосклонность звезд. Такую возможность вам с удовольствием предоставят фермеры-предприниматели Пружанского района. В небольшой деревеньке Пружанского района вот уже 20 лет живет выходец из ЮАР Тайсон Террор. Приехав на Брещену из далекой страны, зная только три слова на русском, он смог выучить в совершенстве язык, воспитать троих замечательных детей и организовать здесь настоящий животноводческий комплекс, в котором особое место занимает овцеводство. Я вырос на таком хозяйстве в Африке, что можно сказать, это у нас в крови, мы любим это дело, и поэтому, когда у нас получился шанс здесь чем-то заниматься, именно такой шанс здесь хозяйство выкупить, это было у меня первое желание именно с этим заниматься. У нас есть садо овец небольшое, свиньи у нас есть, и на поле работаем, то есть корм себе готовим для своего скота и на продажу тоже, только на поле, и свиньями, и овцами. Верный помощник Тайсона Террора – четвероногий пастух Берна, который сопровождает хозяина везде. Вместе они досматривают животных, вместе кормят маленьких ягнят, вместе следят за порядком в хозяйстве, которое сегодня является для Тайсона делом всей жизни. Многое пришлось пройти, чтобы сегодня с гордостью говорить, «Я – фермер, эта миссия почетна». Я считаю, это самый достойный труд, самый тяжелый, но самый достойный, потому что здесь это не просто купить и продавать, здесь ты производишь самое основное для народа. Без этого никакой народ не может жить, а человек, он должен любить то, что он делает. Когда мы сказали Тайсону о том, что по восточному гороскопу 2015 год – год овцы, мужчина немного удивился. За этим календарем признался террор, он не следит. Однако сразу же добавил – значит, счастье и удача не обойдет их дом. Возможно, то, что нашей съемочной группе удалось встретиться с живыми талисманами 2015-го, позволит и нам радовать зрителей канала только яркими сюжетами и интересными событиями. Паша, ты что, впечатлился гороскопом и собираешься что-то писать? Я думаю, писать письмо Деду Морозу уже поздно. Вика, ты ничего не понимаешь. Я пишу послание с пожеланиями, положу его в свой почтовый ящик вместе с денежной купюрой, видишь, на кошельке сижу, и будет у меня год счастливым, и заработаю я много денег. Таковы приметы. Да, я тоже про приметы много читала, не всегда все сбывается, но вот эффект самой популярной – как встретишь Новый год, так его и проведешь – замечала. А еще можно отметить, что накануне Нового года мечты каждого человека в современном мире связаны с материальным достатком и благополучием, особенно во времена нестабильности и экономических кризисов. Но не менее важны такие ценности, как образование, культура, здоровье. Думаю, мы не откроем большой секрет, если скажем, что самое главное богатство каждого человека – это здоровье. Его собственное, а также родных и близких. Наверное, именно поэтому новости здравоохранения волнуют практически всех. Очередной медицинский прорыв – это возможность не оказаться заложником недуга, жить полноценно и насыщенно. Берестейские медики в минувшем году ожидания не обманули. Сразу три инновационных для региона операции и сотни плановых наверняка спасли не одну человеческую жизнь. А отличное состояние здоровья – главная составляющая творческих и научных поисков, в которых регулярно, а главное охотно принимают участие жители нашей области. О том, чем был отмечен культурный, образовательный и медицинский 2014 год Берестейщины, а также о том, какие нововведения в сферах ожидаются в 2015-м, узнавала наш корреспондент Анастасия Стропко. Медики, по сути своей работы, всегда немного волшебники. Подарки – настоящие чудеса, которых обычно ждут в празднике, доктора дарят на протяжении всего года. И гордиться на самом деле есть чем. Пересадка роговицы глаза – первая региональная операция по пересадке печени и трансплантация стволовых клеток. И это только те оперативные вмешательства, которые до 2014 года берестейские медики не выполняли вовсе, то есть настоящие инновации. А плановых, давно и успешно проводимых, были тысячи. И за каждым разрезом скальпеля – человеческая жизнь. Я надеюсь на то, что вот все то, что вложено в систему здравоохранения, в части и подготовки кадров, и улучшения материально-технической базы, и строительно-монтажные работы, и переоснащения оборудованием, это все повышает престиж системы здравоохранения области, способствует повышению доверия к системе здравоохранения. А значит, пациент придет к медику вовремя, не тогда, когда мы не можем помочь, а тогда, когда все возможно, и человек может иметь гарантию на качество жизни и хорошее состояние здоровья. Безусловно, такие успехи вряд ли были бы возможны без соответствующей материально-технической базы, усовершенствование которой проводится практически безостановочно. В областном центре открыта детская поликлиника номер один. Сразу пять крупных лечебниц и в настоящее время находятся в стадии активной модернизации. Областные, детская и взрослая, первая городская, онкодиспансер и родильный дом проводят процесс усовершенствования без отрыва от работы. Не отстают и районы. К примеру, Барановичская и Пинская больницы запустили новые магнитно-резонансные томографы, благодаря которым человека можно увидеть практически насквозь. Мы можем посмотреть головной мозг, спинной мозг, внутренние органы, то есть органы брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства, мягкие ткани, хорошо видны суставы. Два года назад наш томограф сломался, он отработал практически 10 лет. Это был российского производства томограф, низкопольный, 0,15 Тесла была, напряженность магнитного поля, у этого полтора Тесла, то есть 10 раз этот томограф мощнее, соответственно, разрешающая способность 10 раз выше. Вот мы, я на том томографе 6 лет проработала, то есть достаточный опыт, и сейчас мы осваиваем этот томограф. Культурная жизнь региона, несмотря на достаточно насыщенный ритм, в 2014 году традиционные музыкальные и театральные вечера, фестивали и концерты словно хороводом следовали друг за другом. В 2015-м все же претерпит серьезные изменения. Дело в том, что в ноябре областной центр получил статус культурной столицы Беларуси, а это и повод, и стимул, и возможность существенно изменить и вывести на новый уровень творческую сторону жизни берестейцев. Я думаю, мы должны вывести на более высокий и организационный, и творческий уровень. И я думаю, у нас еще хватит потенциала, чтобы наши горожане увидели новые мероприятия, и желательно, чтобы пришли к нам со своими идеями. Важные открытия происходили и в образовательной сфере региона. Красная ленточка была торжественно перерезана не один раз, а это значит, что на Брещене стало больше комфортабельных и оснащенных современным оборудованием образовательных учреждений, среди которых детский сад в деревне Клейники, хореографическая и средняя школа номер один в областном центре. Последняя, к слову, не только построена по последнему слову техники, но и является одной из самых больших в республике. Особое внимание в новом комплексе уделено созданию безбарьерной среды и оздоровлению учащихся. Эта школа действительно предусматривает, и здесь сделано абсолютно все. Вы видите лифт, есть пандусы, есть специальные санузлы, которые уже сделаны специально для детей с ограничениями определенного опорно-двигательного аппарата. И на сегодняшний день к нам в первые классы пришло пять таких учеников. Ну, я думаю, для меня это новый опыт, я не работала еще, и специалисты. Мы будем брать, скажем так, опыт, перенимать своих коллег, и постараемся сделать все, чтобы они здесь имели возможность, прежде всего, общения со своими сверстниками. Это одна сторона. Вторая сторона, мы, может быть, поможем им развить те таланты, которые не смогли бы у них развить, если бы было обучение на дому. Все популярнее белорусское образование становится у иностранных студентов. Каждый год на Брещену приезжают десятки зарубежных гостей, которые хотят грызть гранит науки именно в наших вузах. Причин, по которым иностранцы выбирают берестейское учреждение образования, немало. Не последнее место в списке занимает высокий уровень доверия к нашим дипломам. К тому же, помимо приобретения необходимых знаний по техническим, юридическим или гуманитарным дисциплинам, они еще и получают возможность изучить обычаи и традиции Беларуси, приобрести здесь новых друзей. Особый интерес у иностранцев вызывают наши праздники – Новый год и Рождество, с которыми они охотно поздравляют белорусов. Беларусь – наша надежда, Беларусь свои страдания прошла. Беларусь – страна молодая и красивая. Надежда перед нашими глазами. С Новым годом! Поздравляю Брещанин всем с Новым годом, наступающим 2015 годом. Желаю всем удачи, успехов, жизни и здоровья. С Новым годом! Я поздравляю белорусов с Новым годом. Желаю успехов, здоровья, достатка. С Новым годом! С Новым годом! Присоединяясь к вышесказанным поздравлениям от себя, хотела бы пожелать белорусам в этот новогодний праздник, когда миг между прошлым и будущим наиболее ощутим и реален. Научиться чувствовать время, ценить его и жить с ним в унисон. С Новым годом! Насколько весомые дела происходят на Брещене? Какие достижения? И верится, что новый 2015 год принесет нам и радость, и веселье, здоровье и успех. Пусть каждый ощутит новогоднее чудо, пусть сбывается желание, загаданное в новогоднюю ночь, пусть звезды сходятся для всех нас в нужном месте и в нужный час. Удача не обошла стороной и другие знаки зодиака. Например, львы в 2015 году могут смело и кардинально менять свою жизнь. Звезды открывают для этого все дороги. Новые планы и идеи – вот что определит дальнейшую судьбу. Звезды советуют девам поработать над собой, своей психологией и своим отношением к жизни. Расслабьтесь, и птица удача сама прилетит к вам в руки. Весы в 2015 году будут настоящими баловнями судьбы. Они проживут интересный и полезный год в плане развития и обретения целей в жизни. Многих это время закалит, сделав более настойчивыми и уверенными в себе. А вот для людей, рожденных под знаком Скорпиона, 2015 год во многом будет переломным. Этим личностям попросту надоела жизнь, окруженная лишними проблемами и заботами, и при этом не несущая практически никакого удовлетворения. Поменяйте все кардинально. Измените прическу, цвет волос, отношение к трудностям, и тогда судьба вам будет дарить только подарки. Кстати, брестские мастерицы с подготовкой сюрпризов уже справились. Новогодние сладости и символичные сувениры овечки уже ждут своих счастливых обладателей. Подарки близким и родным рукодельница Наталья Мартысюк подготовила заранее. Всевозможные елочные игрушки, сувенирные сказочные персонажи, куклы уже в буквальном смысле заполонили свободные полки и коробки в квартире. Несмотря на не самую зимнюю погоду, настроение у Натальи по-настоящему новогоднее. Она живет в предвкушении чуда. А вдохновение само подсказывает новые идеи и формы. Вдохновение вообще черпаю, не знаю, просто-то всюду. Хорошая погода, хорошее настроение. Сидело солнышко. Все, я что-то вижу. Часто бывает так, что видишь на прилавке какую-то ткань, и ты уже представляешь, какая будет работа. Вот прям специально я не могу. Мне уже будут чесаться руки, пока я не сделаю эту работу. Последние штрихи осталось поставить на сувенирных овечках, талисманах 2015-го. Большая часть маленьких произведений искусства уже ждет своих счастливых обладателей. Козочки и барашки присутствуют во многих композициях. Где-то как главный персонаж, где-то в качестве дополнения. И хотя сама мастерица не очень верит в магию талисмана, однако чувствует, что любая работа, выполненная с душой, будет всегда дарить хорошее настроение. Готовим елки в смешанной технике. Елки текстильные, они мягкие игрушки, они будут украшены вышивкой с изображением символа года, овечки, конечно же. Готовится много игрушек в стиле примитив, вот как вы успели заметить, это изготовки овечек, и Санта-Клаусы, и гномы рождественские будут. Когда работа, наверное, сделана с душой, когда это идет от сердца, люди это чувствуют. И, наверное, не слишком важно, в какой технике работа выполнена, когда она наполнена, вот тогда действительно будет работа нравиться людям. Новый год только входит в свои законные права. А Наталья Мартысюк уже ищет что-то новое и интересное, чем обязательно порадует берестейскую публику весной. Ведь настоящее счастье работает над тем, что очень любишь. Что такое Новый год? Смолистая красавица елка, запах мандаринов, бенгальские огни. А самое главное то, что близкие люди собираются вместе, и кажется, еще никогда не было так уютно и хорошо. У нашей телекомпании также появились в ушедшем году новые друзья, а это неоценимое приобретение. Талантливые, яркие, уникальные и неповторимые они были героями не только наших новостных материалов, а и богатства нашего берестейского края. Именно их усилия делают наш регион цветущим и развивающимся, уверенно идущим к намеченным горизонтам. Виктория Драгобецкая накануне Нового года усердно выбирала топовых фигур 2014-го. Давайте узнаем, что у нее получилось. Копилка личных побед и достижений первой героини нашего сюжета не уступает по величине и значимости Великой Китайской стене. Речь идет о Марии Осиповой, профессоре кафедры педагогики и начального обучения БРГУ имени Пушкина, авторе системы школьно-семейного воспитания, создателе более 20 учебно-методических пособий. Однако, по словам нашей героини, среди ее детищ самую большую ценность представляет единственный в стране научно-методический центр «Школа-семья», на базе которого коллегам по службе, а также родителям оказывается помощь в решении вопросов, связанных с детьми. Загономерным итогом деятельности Марии Осиповой стало присвоение звания почетный гражданин Брестской области на праздничном мероприятии, посвященном 70-летию Перестейского края. Моя профессиональная деятельность и личность же, естественно, взаимосвязаны. И несказанно рада ее оценке, присвоению звания почетный гражданин Брестской области. В планах осуществления деятельности в том же направлении. Прежде всего, это подготовка методической литературы для педагогов школ республики, что, на мой взгляд, будет способствовать совершенствованию белорусской модели педагогического взаимодействия с семьей. Каждый день под его чутким руководством в Брестской областной больнице проходит более 60 операций. Профессор, доктор медицинских наук и хирург от Бога. Все это об Александре Карпицком, главном враче Брестской областной больницы. В выходящем году ему было присвоено звание «Заслуженный врач Республики Беларусь». Более того, к его заслугам прибавилась еще одна – сенсационная. Герой нашего сюжета возглавил бригаду медиков, сделавших сложнейшую операцию – трансплантацию легочной артерии. Также под его руководством были проведены уникальные пересадки стволовых клеток, роговицы глаза и почек. Эти операции дали право докторам Брестской областной именоваться пионерами страны в области трансплантологии. Более того, этот год для коллектива больницы стал юбилейным. 70-й день рождения совпал с открытием одного из корпусов – блока «Б». Накануне Нового года при всей занятости Александр Сергеевич нашел время для нашей съемочной группы и поделился своими планами на будущее 365 дней. Сегодня, хоть мы это держим в секрете, но перед Новым годом можно сказать, что, конечно, мы занимаемся подготовкой специалистов по пересадке сердца. Мы очень сейчас широкое внимание уделяем эндоскопическим вмешательствам, то есть малоинвазивным вмешательствам. Если, опять-таки, финансовые возможности не подведут нас, то мы планируем закупить оборудование, которое дадет возможность внедрить такие методики, особенно в нейрохирургии, для работы на головном мозге. За этой дверью следующие герои нашего сюжета куют самое настоящее железо. Они авторы многих арт-объектов на знаменитой Гоголевской улице. Давайте узнаем, чем они будут удивлять в Новом году. С нашего недавнего визита в Берасейскую студию Мостатского ковальства кажется, мало что изменилось. Все тот же запах железа, грохот и жар огня. Именно здесь, в окружении чертежей, молотов, горна и других атрибутов кузнечного ремесла создавались полюбившиеся многим брещанам «Литературные фонари». В преддверии Нового года мы решили расспросить Вячеслава о задумках и желаниях на грядущий 2015-й. Желание сделать еще один фонарь от себя поставить. Возможно, провести в Бресте фестиваль кузнецов, если это все получится, если все будет нормально. Ну и побольше таких творческих проектов. У нашего следующего героя жизнь также связана с творчеством. Правда, не с таким брутальным, как и Вячеслава Пищука, а более изысканным. Иван Герасевич – актер Брестского театра кукол, заслуженный артист Беларуси и обладатель медали Франциска Скорины. Его верные соратники по сцене – куклы, которые словно оживают в опытных руках маэстро. Волшебные персонажи, знакомые в сказах и пьес, разговаривают и хлопают в ладоши, плачут и смеются. Все это благодаря тому, что Иван Прокофьевич становится с куклой одним целым, заставляя юных зрителей замирать от восторга. Чтобы ты передал свою душу куклу, когда в драмтеатре выходит актер, он в живом плане, он в том числе и мимика, и жестами, и глазами, а кукла она мертвая. Хотя есть куклы, которые работают и глаза, и ротики, и мимирующие куклы, но это не во всех спектаклях. Вот ты должен передать вот эту свою душу, свои эмоции на эту куклу. Кстати, Иван Прокофьевич не раз играл зимнего волшебника Дедушку Мороза. Именно его и внучку Снегурочку мы решили навестить в преддверии новогодних праздников. Отсутствие снежного покрывала и зимней атмосферы совершенно не сказалось на количестве гостей в знаменитом поместье Деда Мороза. Постукивая резным посохом, главный хозяин торжества встретил нас и своих многочисленных юных поклонников добрым словом и пожеланиями на будущий 2015 год. Кстати, для наших телезрителей Дедушка Мороз и Снегурочка подготовили эксклюзивный подарок – новогодние поздравления. С праздником вас, дорогие телезрители телеканала ТВ-Бук. Мы с внучкой Снегурочкой еще раз желаем счастья, добра и радости. С Новым годом! С Новым годом! И Рождеством! Красивые, как и новогодние, талисманы обещают звезды жизнь стрельца. Время подходит для наведения мостов с людьми, которые во многом влияют на жизнь самого стрельца. Многие представители этого знака в конце лета вступят в законный брак или пройдут обряд венчания. Звезды сулят козерогам двоякое будущее. Начало года для них будет как две капли воды, похожей на весь предыдущий, то есть будет отмечено небывалым усердием и частым пропаданием на работе. Однако ваши старания будут вознаграждены. С середины весны и до глубокой осени козерог будет открывать для себя все многообразие мира, много путешествуя и наслаждаясь отношениями. А вот для водолеев 2015-й будет радостным и творчески плодотворным. Эти личности смогут осуществить любую свою задумку и, не без труда, конечно, но станут по-настоящему счастливыми к окончанию 2015-го. Люди, рожденные под знаком рыбы, в 2015-м году имеют шанс достичь гораздо большего, чем за последние 10 лет. Этот год станет хорошим периодом для великолепного рывка в карьере, если представители этого знака-зодиака проявят определенный напор и деловую хватку. 2015-й обещает быть ярким и красочным, наполненным важными событиями и интересными моментами. Однако, чтобы не обидеть хозяек года, синюю козу и деревянную овцу и не отогнать от себя удачу в самом начале, нужно помнить, эти животные отличаются изысканностью вкусов, так что развлечения должны быть достойными. В общем, не переборщите с песнями и плясками. Тут с восточной астрологией соглашается и русская народная мудрость. Баян Казе не очень-то и нужен. Удачи в новом 2015 году! Да, астропрогноз для всех нас неплохой. Главное, чтобы предсказания сошлись для врачей и педагогов, бизнесменов и рабочих, взрослых и детей, а также для героев нашего следующего материала. Ведь их участие в жизни горожан весьма велико. По долгу службы они обязаны всегда быть на чеку. В выходные и праздники, в любую погоду, в любое время дня и ночи они спешат на помощь. Ведь от оперативности и слаженности их работы порой зависят в жизни. Они весь год поддерживали порядок, заботились о безопасности граждан, помогали в чрезвычайных ситуациях, охраняли покой и здоровье берестейцев. Их труд является бесценным. Сотрудники силовых структур. Именно они, представители непростых профессий, обладающие чувством справедливости и долга перед людьми, бесстрашные и порой рискующие собственной жизнью, всегда оказывались рядом с теми, кто в этом нуждался. Предотвращение чрезвычайных ситуаций, забота о людях, спасение жизни людей превыше всего для представителей профессии, которая называется по-доброму спасатель. И даже в то время, когда все мы погружены в предновогодние хлопоты, украшаем дома, покупаем подарки близким, сотрудники МЧС Брестской области работают в обычном режиме. А что поделаешь, профессия обязывает. Всегда быть готовым вовремя прийти на помощь, предостерегать от опасности, порой рискуя собственной жизнью и предупреждать ее. И это только не все задачи, с которыми успешно справлялись МЧСовцы, как в предпраздничные дни, так и на протяжении всего 2014 года. Отзывчивые, самоотверженные, смелые, преданные своему делу. Именно такими они предстоят в глазах жителей нашего края. И это вполне оправданно. Для многих спасателей стали добрыми товарищами, долгожданными гостями, которые, как герой Нового года, Дед Мороз, всегда приходят с подарками, надо сказать, весьма полезными. Такой сюрприз мне сделали, поставили. Пожарную сигнализацию или оповещатели, как правильно сказать. Пригодится ли она вам? Ну, конечно, пригодится. До слез приятно. Теперь будете в безопасности? Да, теперь уже буду в безопасности. Тот большой объем профилактической направленности, профилактической работы и в коллективах, трудящихся, и в школах, и непосредственно в домовладениях граждан, и при вашей помощи, через средства массовой информации, вот оно дает положительный результат. Взяв за правила слова великого полководца Александра Васильевича Суворова тяжело в учении, легко в бою, спасатели на протяжении года совершенствовались в своей профессиональной деятельности, неоднократно принимая участие в тактиках специальных учений, в том числе и зарубежными представителями опасной профессии. Помимо всего прочего, огнеборцы показали пример того, как важно поддерживать традиции. Они организовали торжественный офицерский бал. Вероятно, у вас, как у большинства ребят, в детстве прислой милиционер в подсознании сразу же возникал статный мужчина в военной форме, мужественный и сильный, одним словом, герой. Время проходит, а что же думают современные поколения о представителях данной профессии, мы узнали у самых юных брещан. Милицейские ловят бандитов и соблюдают, чтобы в городе было все хорошо и правила никто не нарушал. Милиционеры ловят бандитов. Ловят преступников. Это делается до того, чтобы все люди жили спокойно. Устами младенца глаголит истина. Как бы ни менялись реалии жизни, какие бы новые способы борьбы с преступностью не появлялись, требования, которые проявляются к стражам порядка, остаются неизменно высокими. Поэтому слова известной песни советского кинофильма «Наша служба и опасна и трудна» абсолютно уместны при описании одной из самых нужных профитий. И какие бы задачи ни ставились перед правоохранителями, сотрудники милиции Брестской области знают, их активная работа грант безопасности граждан. Об этом все силы должны быть направлены на то, чтобы они чувствовали себя спокойно. 2014 год стал знаковым для страж порядка еще и потому, что они отпраздновали юбилейную 75-ю годовщину образования Управления внутренних дел Брестского обл. исполкома. Памятная дата стала прекрасным поводом отметить заслуги отличившихся представителей профессий, поблагодарить ветеранов органов внутренних дел за многолетний труд, за достойное несение службы и, конечно же, за опыт, который они передали новому поколению правоохранителей. Этот год был знаменателен тем, что мне присвоили досрочное звание майора милиции. Год был удачен тем, что в своей служебной деятельности добился высоких показателей. Работа сотрудника милиции нелегка, всегда нужно быть на чеку, предстоит общаться с гражданами различного характера, с гражданами, которые переступили закон. Нужно быть психологом своей профессии. Сюрпризом в этом году стало получение из рук председателя обл. полкома ключей от нового автомобиля «Джигули» ВАЗ-21014, что, скажем, улучшило работу участковых спитеров на нашем участке, повысила оперативность реагирования на преступления, правонарушения. А этих людей знают в лицо брестские автомобилисты. В любую погоду, в морозы, зной, при дожде и ветре они находятся на посту, регулируют движение транспорта на дорогах, предотвращают опасные ситуации, контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения, наказывают нарушителей. Сотрудники госавтоинспекции Брестской области свою работу привыкли выполнять хорошо. Этот год стал для них не менее насыщенным и плодотворным, чем предыдущий. Брестщане очень законопослушные люди и нам достаточно легко работать в Брестской области по поддержанию правопорядка. Невозможно было бы поддерживать такой порядок, если бы было бы иначе. Поэтому Брестская милиция искренне от души благодарит всех жителей Брестской области за понимание, за правильный подход к этим вопросам. Мы всегда опираемся на население в нашей работе. Своим же сотрудникам Брестской области милиции хотел бы пожелать дальнейших успехов в нашей работе, повышения уровня профессионализма, конечно же, без этого сегодня невозможно, ну и всех человеческих благ. Героям нашего сюжета мы говорим слова благодарности за кропотливый труд, за преданность работе, за отзывчивость и умение вовремя приходить на помощь. Пусть и этот год станет для каждого из них годом новых открытий, успехов и побед, достижений в профессиональной деятельности. Время новогодних праздников это время красивой доброй сказки, которая приходит в каждый дом в конце каждого года. Она приносит нам надежду на лучшее и веру в лучшее. В это время мы начинаем чувствовать себя героями волшебных сюжетов. Но мы люди взрослые, а потому вера в чудеса соединяется с реальностью. Мы ничего не знаем о том, что принесет Новый год, а потому в последние часы старого года мы думаем больше о нем, чем о грядущем годе, так как все желания и надежды на будущее связаны с уже прожитым и пережитым. Пусть же в нашей памяти останутся только добрые и приятные воспоминания о старом годе, и это позволит нам смело и радостно глядеть в будущее. Счастливого Нового года всем, чтобы был лучше, чем предыдущий, и побольше радостных моментов, чтобы близкие все были здоровы, дети радовали, ну и всего хорошего. Конечно, я присоединяюсь в первую очередь. Главное, чтобы было здоровье, семейное благополучие, радость и веселье в Новом году и с Рождеством. Счастливого Рождества. Дорогие брещане, дорогие, как это, сограждане, поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам в Новом году счастья, любви, тепла, добра. Всех благ. Поздравляю дорогих брещан с наступающим Новым годом, удачи, счастья, здоровья. Всех брещан поздравляем с наступающим Новым годом, Рождеством, желаем самого-самого всего хорошего, с наступающим году. Поздравляем всех брещан и жителей Брестской области, особенно моих родителей, родителей моего товарища, с Новым годом, с наступающим, с Рождеством Христовым, и всех благ и здоровья. С дорогие брещане, поздравляем вас всех с Новым годом, желаем счастья, здоровья, радости в Новом Году и вообще всего-всего-всего. Поздравляю всех Брещан с Новым 2015 годом, желаю всем удач, здоровья, бодрости духа, терпения в этой сложной ситуации, ну и хороших праздничных дней. Поздравляю всех жителей этого замечательного города с наступающим Новым Годом, всем желаю любви, счастья, никогда не отчаиваться и верить лучше. Любви, счастья, здоровья. Поздравляю город Брест с Новым Годом, хочу пожелать всем радости и успеха в Новом Году. Хочу поздравить Брещан и гостей города Бреста с Новым Годом, чтобы все их мечты всегда исполнялись и близкие, родные всегда были рядом. Хочу поздравить Брещан и пожелать всем успехов в личной жизни и чтобы все были здоровы. Поздравляю всех Брещан с Новым Годом, желаем, чтобы в следующем 2015 году У них было больше достатка, это самое главное для нас, здоровье, удача, счастье, ну и чтобы сбывались побольше хороших их мыслей. Я тоже поздравляю всех с Новым годом, желаю, чтобы было больше развлечений у нас в Новом году, чтобы власти города устраивали, поскольку Брест культурная столица сейчас. Ну и всех с Новым годом! Желаю самое главное здоровья всем близким, вашим Брещанинам, дорогие, родным и счастья. Счастье у каждого свое, и оно, наверное, резюмирует все желания, которые вы сами себе желаете. Поэтому счастья вам, ну и, конечно, понимание, чтобы вы приходили домой, вас вам ждали и учитывают поддержку за спиной своей. Поэтому вот самое главное, наверное. Новый год. Лучшее время подвести итоги. Что хорошего было в прошлом году, обязательно забираем с собой в будущее. Все плохое пусть останется там, где находится сейчас. Пусть Новый год принесет спокойствие и мир. Это так важно для всех нас. Чтобы все перемены в экономике были не так болезненны и как можно более эффективны. Чтобы вся тяжелая политическая борьба, межнациональное противоборство, социальные взрывы и другие конфронтации остались в прошлом году. Дорогие друзья, вот и настал самый добрый и сказочный праздник. Новый год. Это праздник детства, а ведь мы все родом оттуда. Это праздник чудес. Так пусть у каждого из вас случится хотя бы маленькое, но настоящее чудо. А я желаю вам суметь разглядеть его в суматохе событий. Ведь чудеса случаются каждый день, но мы не всегда их видим. Любви вам, достатка и здоровья, радости и чудес. С Новым годом, дорогие земляки! Дорогие друзья, совсем скоро наступит самый долгожданный и любимый в народе праздник – Новый 2015 год. Я очень рад тому, что вступаю в этот год вместе с вами замечательными, трудолюбивыми людьми, благодаря которым Брестская область уверенно развивается и занимает достойное место среди регионов нашей Беларуси. Я знаю, что в уходящем, довольно сложном 2014 году Брестская область многого достигла. В числе наиболее значимых дел хочу назвать прежде всего хороший урожай и сохранение лидерских позиций области по экспорту продовольствия. Это подтверждает высокий потенциал региона в производстве качественных и востребованных продуктов питания. Радуют первые весомые результаты начатой ранее модернизации производств. Как следствие, сегодня предприятия, которые сделали ставку на новые технологии и современный маркетинг, уверенно чувствуют себя на рынке и имеют хороший запас прочности. Планово реализуются масштабные проекты в перерабатывающей отрасли и освоение природных месторождений области. И я надеюсь, что в ближайшие несколько лет они станут серьезным подспорьем в укреплении экономического потенциала Брещены. Серьезная работа, которая на протяжении многих лет активно ведется в здравоохранении, в уходящем году дала вторую жизнь многим важнейшим объектам медицины области. Заметно изменились города. Новый облик получил Пинск, в котором прошли областные дожинки. На будущий год эту эстафету принял город Иваново. В 2015 году город Брест станет культурной столицей нашей страны. А значит, должен соответствовать этому высокому статусу и вместе со всей областью показывать пример культуры во всем. Дорогие жители Брестейщины, ушедший год еще раз показал, что нам под силу многое. А значит, мы сумеем достойно справиться с задачами, поставленными перед областью на будущий год. Он не будет легким, но ваше трудолюбие, строгая экономия во всем, ответственность и дисциплина помогут нам продолжить курс на заседание, которым мы идем вместе с главой нашего государства Александром Григорьевичем Лукашенко. Я знаю, что берестейцы, как и все белорусы, по-настоящему любят свою родину, уважают ее историю и ценят независимость и мир в нашей стране. И я уверен, что мы вместе, одной большой семьей, достойно подтвердим это в 2015 году, который будет ознаменован 70-летием Великой Победы и главной политической кампанией выборами президента Республики Беларусь. Дорогие друзья, я от души благодарен вам за то, что вы делаете для развития области. И очень надеюсь на ваше понимание и поддержку в тех вопросах, которые мы будем решать вместе с вами. Искренне желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своем деле, чтобы в каждой семье был достаток и уют, а родные и близкие были здоровы и счастливы. Пусть праздники Нового года и Рождества станут для вас началом новых добрых дел на благо нашей Брещины и Беларуси. Мирного вам неба, благополучия и любви. С Новым 2015 годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова